По нашим подсчетам. Так, ну давайте выведем на экран позицию, что Соловья-то басни мини-кромет, лучше все-таки показать конкретно. Ну, давай, показывай. Так, значит, здесь после хода ферзь c2 не последовал ход 2-0а ожидаемый, а сыграл очень амбициозно, Антон. Сыграл c5, ну, с идеей развить коня на c6, конь b3, ладья a7. Ну, ладья a7, опять-таки, это выглядит как провокация, то есть подставляясь под двойной удар. Ход с позиционной точки зрения может быть и крепкий такой, но вот с комбинационной точки зрения надо посмотреть. Итак, комбий о c5. Ну, просто если белые так не играют, если допускают 2-0а и конь c6, ну, можно с чистой совестью где-то сдаться, потому что у черных помимо лишнего качества еще и позиционный превосход. В центре хорошо, да? Да, то есть все слишком хорошо, да. Итак, комбий о c5. Теперь связывать этого коня путем ферзь c7 бесполезно из-за размена на d6. Связка не получается, поэтому взяли-взяли. Ну, вот возникает вопрос, а что делать, если черные будут играть просто тупо материалистично? Ну, они должны так играть, очевидно, да. Итак, подвисает ладья, подвисает конь. Играем ладья a6. Конь c8 нельзя из-за слона b8, так? Да, если ладья b1, допустим, конь d7. Прогоняем ферзя. И вроде бы... И вроде бы у нас ладья, да. Ферзь e3, да, исход? Ферзь e7. Ну, нет, здесь все-таки отмазались. Ну, да, здесь какая-то все-таки жизнь есть. Даже слон d6 сразу может быть. Да, там слон d6. Нет, ну, после конь d7 вряд ли. А вот после ферзь e3, да. Потом взяли на d6, реально на b7. Все-таки всего лишь без качества белый остается. Такой радости... Нет, причем качество за пешку. Так. Ну, что? Вот, как раз, на второй съедят, нет? Да. Ну, так, ну, подожди. Давай все-таки смотреть. Давай слон a8 попробуем как-то уйти и ничего не отдать вообще. Вообще ничего не отдать, да? Ну, конь d4 я предлагаю пойти. Спокойно играть, как будто так и надо играть. Без ладьи в шахматы. Ну, вот здесь после конь d4 уже точно конь d7 есть ход. Как-то удается оттеснить ферзя белых, понимаешь? Конь d7 вот здесь есть ход. Мне это не совсем нравится. Хотя, ну, может быть, после ферзь b4 еще под ладья b6 попадаем. А как играть вообще после конь d7? Я не вижу. Уходить назад, ну, совсем обидно. Просто ладьи нет. Нет ладьи, да. Нет ладьи, ну, как-то очень. Это много. Очень много. Ладья это много, да. Еще раз, значит, ферзь bc5, ладья h6. Что же здесь есть? Не, ну, пока ладья b1 выглядит логично. Нет, ладья b1 более чем логично. Ну, как, вот стоят фигуры сладкие по вертикали b на b7 на b8. Надо попытаться их съесть. Итак, допустим, слон a8. Ну, что-то же здесь должно быть. Ну, хорошо. А точно так же ферзь e3 нельзя пойти пока? Ферзь e3, король f7. Король f7, само собой, да. Ферзь e3, король f7. А что дальше? И вот теперь надо что-то придумать. Кстати, еще ладья 1,8 может быть. Сейчас куда-то надо какое-то что-то нанести. Но если нанести еще, то совсем фигур не останется. Фигуры могут закончиться, да. Еще раз, значит... Не, ну что-то Крамник посчитал. Он же не может просто так взять и отдать ладью. Крамник любит ладьи. 15 минут осталось у Антона. Довольно сложно комментировать это утверждение. Но, да, конечно, Крамник должен был что-то посчитать. Вообще вера в Крамника, она не умирает до последнего. До последнего момента, пока он сдается. Да, вот находясь в позиции без трех фигур. Вот, когда он сдастся в этом положении, мы уже потеряем это. Не, ну смотри, 15 минут на 22 хода. То есть он уже находится в зоне цейтнота. И вполне возможно, что в этом часть плана Владимира Боисовича. А какой у нас контроль времени здесь? Час 30 на 40, да? Ну да. Потом еще 30 минут до окончания партии. И 30 секунд добавления на ход. Добавление на каждый ход, да, контроль фида. Но дело в том, что как сейчас Антону дотянуть до 40-го хода? Это очень непросто. Очень непросто. Но с другой стороны... А с другой стороны, если вот позиции, которые мы сейчас вывели, ничего нет, то может быть он и дотянет. Ладья бьет Б8, ферзь бьет Б8. Слон Д6, ну взяли на Д6 ладьей. Нет, это вы все отдали, ребят. Как вы, зачем вторую отдали? Я вот не вижу никакого опровержения. Ну, конь Д4, самое логичное. Да, вот подключили коня, сейчас конь Е6, конь Ц7. Но вот после конь Д7 я что-то не совсем понимаю, что же делать. Ну, вероятно, придется конем несолоно хлебавший уходить куда-то, скажем, на Ц3. А что, на Ц3-то он вообще ничего не делает? Нет, но идея в том, что нет пока хода 2-0 из-за конь Е6. Может быть в этом заключается какой-то маленький такой... Не знаю, я бы в Ферзь Ц1 пошел хотя бы. В Ферзь Ц1, а, чтобы шах еще был, да? Ну, хотя бы при случае, я не знаю. Ты все равно же не можешь рейкировку сделать? Ну, допустим, король Ф7, да, допустим, черные играют по науке и ладью выводят, да. И, собственно, что? Я опять-опять возвращаюсь все к той же фразе. У черных лишняя ладья. Вот что еще можно тут сказать? Просто лишняя ладья. Занес руку Антон и... И ладью... Ладья... А, смотрите, рука-то дрожит, дрожит, да, вот подрагивающей рукой. Ну, давай, Антоша, антоша, давайте сконцентрироваться на этом моменте. Поможем Антону поставить ладью на А6. Но! Есть! Ладья встала на А6. На самом деле, вот мы так веселимся, у нас бы рука дрожала в 4 раза сильнее еще, вот если бы играть с Крамником сейчас. Еще мысль о том, что, может быть, ты можешь выиграть у Крамника, она, конечно... Не, вот это... Вот это... Об этом нельзя сейчас думать. Нельзя, да. Как Хаджа на середину говорил, что нельзя думать о белой обезьяне, так и здесь ни в коем случае нельзя об этом думать. Сейчас только о конях, слонах и пешках. Только об этих категориях можно думать. Давай поставим актуальную позицию на диаграмму и посмотрим, что будет делать Крамник. Ладья А6. Ну, хорошо, кроме ладья Б1, какие есть идеи? Предположим, все-таки мы выводим коня. Ну, можно здесь начать с конь Д4. Во всяком случае, ну, в чем может заключаться разница? Здесь после хода конь Д7. Ферз Б4 можно пойти. Ферз Б4. Опять-таки, конечно, не исключает хода ладья Б6. Кошмар. Ну, тогда, правда, может быть, ферз А3. Вот как-то еще... Не, у нас какая-то ерунда. Мы что-то какие-то... Ну, не знаю, почему ерунда. Пытаемся нападать. Нет, но по ходам надо по ходам. Надо по ходам, согласен, да. Здесь, правда, ферз Б6 есть такой. А, нет, ферз Б6 слон бьет Д6. Подожди. Не, не все так просто. Ферз Б6 это зевок. Из-за слона бьет Д6. Там на Б7 слон подвисает. Ладья Б6 пошел, ферз А3. Двух нулей нет по двум причинам. Если не по трем. Слон... Ну, здесь зато есть ход какой-нибудь конь е5. Перекрывающий, да? Ну, там хотя бы конь е6 уже пойду. Конь е6. Ну, допустим. Допустим, пока не понял. Не, конь c5 там куда-то, да. Или ферз. Может быть, ферз c8 даже. Ну, не знаю. Вот какие-то здесь трюки. Маленькие трюки. Ну, все это, да. Со стороны белых нужны, чтобы как-то поддержать вот этот тлеющий огонек. Огонек может погаснуть в любой момент. Так, ну, вот Крамник. Уверенно подходит, очень уверенно подходит Крамник. И сейчас он, видимо, да. Ладья b1. Ну, ладья b1, да, как мы смотрели, да. Ну, Володя сейчас играет в казино. Это ясно. Он поставил, сделал крупную ставку и делает вид, что у него на руках очень хорошие карты. Подходит, делает ход и уходит. Причем его трагедия заключается в том, что соперник эти карты видит. Ну, да, тут нужно какая-то... И не верит в этот блеф, да. Сейчас слон на А8. Смотрите. Сейчас опять на Антона. Сейчас будем... Антон, давай, аккуратненько слона уведи. Аккуратненько. Сейчас Антоша, давай, давай, давай. Нет, а он конь d7 сыграл. Конь d7, это что за ход такой? Мы же считали, что он по каким-то причинам не годится. А шаг на e3, я ничего не понимаю. Почему слон на А8 не было сыграно? Вот нам и из зала тоже не показали. Конь d7, ферзь e3, я что-то не совсем понимаю. Не понимаю тоже, да. Потом взяли на d6, взяли на b7. Довольно странное действие. Странное, да. Очень странное действие. Конь e5 как-то совсем не смотрится, да? Много раз взяли на e5, там возникают какие-то тоже ужасы нашего городка. Да, очень странно. Очень странно. Очень странно. Сейчас быстро вернется Крамник. Вы знаете, похоже, вот как раз вот это такая блеф манеры Крамника все-таки сыграло. Сработало, сработало, да. Потому что сдается мне, что Шамоев ошибся, причем в народном месте. Сейчас вот он задумается. Да нет, ну просто Володя не ожидал такого ухода. Подарка не ожидал такого, конечно. То есть он, наверное, ходил там в комнате отдыха, как зверь, запертый в клетку, и думал, а что на слон А8? Что я буду делать-то, да? Приходит и смотрит, ба, так нет хода слона А8. Мне фигуру подставили, отлично, хорошо. Буду есть. Да, непонятно. Ну, это психология как раз. Вот подумал все-таки Шамоев о том, что сейчас он обыграет великого Крамника. Ты думаешь? Подумал. Подумал, подумал. Потому что так просто вот такие ошибки, но вот по виду явная ошибка, так просто они не делаются. Выглядит как ошибка. Причем он сделал этот ход за 20 секунд, то есть совершенно непонятно, что произошло. И тут уже все сейчас будет у белых, и прекрасная компенсация за качество. А может быть он просто перепутал ходы? Забыл, что он конь Д7 планировал играть ходом позже? Не, ну бывает такое, да, когда... Бывает, бывает, да. Ходы путаются, да. Помню, я в одном турнире реализовывал лишнюю пешку в ладейном окончании 4 на 3. И провожу волшебную комбинацию, вот тут жертвую, жертвую, жертвую. Потом провожу пешку ферзы, выиграю ладью у соперника. И уже все. Думаю, вот у меня уже сейчас будет плюс 4, я уже в хороших деньгах, ага. Делаю ход, второй ход из рассчитанного варианта. В результате вместо выигрыша ладьи проигрываю пешки, проиграю партию, ухожу в плюс 2, возвращаюсь домой без денег. Вот очень вредно думать о том, что будет после выигрыша. Вот ты выиграл, да, вот уже все, видишь эту единичку в турнирной таблице, там все свои выгоды и плюсы. И вот этого делать ни в коем случае нельзя. Нормально, Володя подкрепился шоколадкой и... И подкрепился фигуркой. И фигурка сейчас подкрепится еще, да. Ферз Е3 уже сыграно, так что все. Ну конечно, да. Что хотел сказать, друзья, в 6 часов будет еще один сеанс. Кто хочет, подготовьтесь, через 40 минут сможете принять в нем участие. Это касается только тех, кто у нас в зале, зрителей, трансляции. Сеанс по интернету мы проводить пока не будем. Ферз Е3, да. Ну да, я думаю, надо посмотреть, что происходит в партии с Видлер Непомнящей, потому что там тоже должно быть очень интересно. Потому что здесь, я думаю, что Антону теперь предстоит тяжелая борьба за ничью. Причем, скорее всего, безуспешно. Не нравится мне позиция у черных. Во-первых, ну все, просто за качество две пешки получается у белых. Ну а с учетом того психологического кульбита, которыми только что наблюдали... И белопольный слон. После того, как у черных была практически выигранная позиция, у них сейчас совсем иная ситуация. Плюс цветнот. В общем, Антон, конечно, сам себя обманул. Да. С Видлер Непомнящий. Итак, последовал ход ладья Д7, который мы рассматривали. Черные защитили по седьмому ряду все свои слабости. Конь Е4, 2-0. Опять-таки вариант рассматривался. Аж, Аж, слон Ж5. Белые стараются на Ф6 поставить кого-то, но не судьба. Черные сами поставили пешку на Ф6. Невзирая на то, что на Е6 это слабость. Итак, слон Е3, конь А5. Ну, теперь белый ферз уже не поглядывает на пешку. Ну, могу сказать, что Ян отбивается. Как-то подраскрутился, да? С грехом пополам, но отбивается. Подраскрутился. Не помнишь, не задумался с Видлером. А может быть вообще не было ничего страшного? То есть вообще наши охи вздухи по поводу того, как у черных там было плохо. Может быть все срасталось ход в ход. Может быть, да. Это бывает. Ну, даже сейчас выглядят позиции не сахарные, честно говоря. Сейчас где-то, ну, на Ж6 висит, на ткани, в конь С5 уйду куда-то. Ну, хорошо, не сахарно, но и не солоно. Ну да, но ферзь С2 сделал ход с Видлером. Ферзь С2. Ну да, слон Ф5 можно сыграть, Б6 можно сыграть. Я бы на слон Ф5 рассмотрел ход конь С5 и что-то многовато слабости, там где-то на Е6, на Ж6, нет? Ну, может быть, да. Ну, там ладья Е8, простой ход, в общем, ну... А, там еще ладья висит. Ну, тогда Б6. Тогда вот здесь стоит сыграть Б6 просто, чтобы о конь С5 не было бы и речи. А потом уже слон Ф5 никуда не бежит. Вот тут не пора уже что-то такое при... Да, Б6. Ну, Б6 сыграно, да. Б6 быстро играет Ян, да. 33 минуты у Яна, 24 минуты у Свидлера. Нет, ну, ничего страшного не произошло. Мне кажется, здесь вся борьба еще впереди. Молодец, молодец, Ян. Он, видимо, прошел через что-то очень опасное, но мы не поняли, что именно он прошел. Так, Андрейкин-Корякин. А вот в паре Андрейкин-Корякин... Андрейкин-Корякин, значит, после ладья Е1, ладья Е8, ход был предсказан. А4. Ну, более чем грамотное движение. Белые собираются и вторую крайнюю пешку поставить вот на пятый ряд. Это было бы уже совсем смешно, но черные сыграли А6. Типичная реакция. Теперь на А5 есть ответ Б5. Слон С4. Ну, опять-таки, очень резонно. Белые ведут ферзя на Б3, коня на Ж5 и кушают на Ф7. С6. Не тут-то было. Дело в том, что на ферзь Б3 последует Б5. А что последует на конь Ж5? Ты можешь помочь? А что последует на конь Ж5, это вопрос таинственный. Потому что, видимо, придется играть ладья Е8. Опять-таки, оправдывая себя тем, что, может быть, ничего страшного. А мы посмотрим дальше. Аж Ж, Аж Ж. Не, ну, честно говоря, выглядит страшновато. Ферзь Ж4. И хотим ферзя через А4 привести на А6. Хочется сдаться вот так визуально. Ну уж прям. Мне кажется, где-то ошибся Сергей Карякин, потому что Дмитрий Андрейкин очень опасен в атаке. Так, ну, если действительно нажим на Ф7 так опасен, тогда, может быть, ладья Е8 был серьезной оплошностью. Ну, включение А4 и А6, ну, относим к каким-то таким жизненным обстоятельствам. Да, подул ветер, упал дождь. А вот то, что ладья Е8 и пункт Ф7 ослаб, неужели здесь придется возвращаться ладьей на Ф8? Еще раз. С6, конь Ж5. С6 сейчас думает Андрейкин, да. Конь Ж5. Ну, кроме ладья Е8 вообще ни одного хода в природе нет. Его просто нет, да. Берем на Ж6, да, допустим. Да, да, да. А, стоп. Какой там на Ж6? Там же слон А3 еще есть ход. А. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну, С5? Нет-нет, сразу нет. Там на Ж5 висит. Я уж испугался. Ну, допустим, Ферзь Ж4. Допустим, Ферзь Ж4. И вот теперь, если конь Ф6, Ферзь А4, теперь уже слон А3 угрожается. Страшной силой. О, А3, ДЕ грозит, да. ДЕ грозит тоже. Ой-ой-ой. Какая нехорошая позиция у черных. Ну, кстати говоря, вот все эти рассуждения подтверждает компьютерная оценка, которая внезапно скакнула до плюс 4 у Андрейкина. Ну, плюс 4, честно говоря, выглядит как некоторый перебор, я не знаю. Ну, да, но плюс 4 выглядит... Компьютер, конечно, виднее, да, но... Как приговор, а не перебор, да. При полном материальном равенстве после дебюта плюс 4 показывает компьютер. Вообще от Карякина трудно было ожидать подобных вещей. Человек все-таки постоянно держит высокую концентрацию, не позволяет себе таких вольностей. Ну, вот сейчас, например, видно, как было бы хорошо, если бы на Е8 пошла бы не с Ф8, а с А8 ладья. То есть все-таки на Ф7 не висела бы, и черные, может быть, успели бы как-то скрутились. Успели бы где-то куда-то ткнуться, да? Ну, вот обратите внимание, дорогие друзья, в чем сила вот еще и пешки на А5. Вот нету черных хода А7-А6, потому что последует АЖ, и пешка Ф7 связана. А вот с той пешкой на А5, как ты, Марк, говорил, ну, сыграли А6, и получилась вполне комфортная позиция. А вот пешка на А5 все-таки создает такое нездоровое напряжение на королевском фланге, черным действительно непросто. Стоило им допустить одну ошибку, и... ну, это, видимо, ошибка. Да, после КНЖ-5 я не вижу, как здесь черными как-то обретать нормальную... Непонятно, да, игры вообще никакой нету, да? Задумался Андрейкин, и... Ну, вот, похоже, за последние 15 минут произошли важнейшие события. Шамоев упустил серьезный перевес против Крамника, и сейчас сам рискует оказаться в плохом положении. Ну, и Корякин, похоже, просто подставился под прямой удар. Я сразу вспоминаю, что сегодня вечером Поветкин будет с Кличко биться, да? Ну, кстати говоря, вот... Если мы болеем за одного из них, то будем надеяться, что кто-то другой подставится под удар, да. Ну, я говорил со специалистами, там говорят, может быть, одного раунда хватит, да? Там говорят... Нет, там, видимо, одного раунда может хватить Поветкину, а если... Если Кличко проживет пару раундов, то тогда Поветкина нет никаких шансов. Я слышал такую версию, да. Такая версия. Да, что маленькому бойцу надо быстро бить, а потом скажется то, что большой просто банально больше, да. Ну, слушайте... Ну, мы не специалисты по боксу, да, так я вот в этих прыгающих ударах не... Я не понимаю просто, как через этот джеб Кличко можно пробраться в принципе. Там нужен, на самом деле, танк, там нужна какая-то очень тяжелая орудия. Ну, серьезно, нам надо... Поветкина просто руки короткие банально. Я не понимаю, как он может быть побеждать. Нам надо с тобой готовиться, потому что... Как? Тоже к боксу, да? Да, совсем недавно у меня была встреча с людьми из Федерации шахматного бокса. Они приезжали, значит, из Германии. Это специальный такой вид спорта, который... Может, мы будем комментировать это, да? Не исключено. Отлично. Не исключено, который комбинирует бокс и шахмат, и там действительно так это и устроено. То есть сначала идет несколько... Или один, я, честно говоря, еще детали не знаю. Сначала идет раунд, да, это называется, да? Там один раунд, значит... Нет, ну сначала надо играть в шахматы, очевидно. Нет, 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 нет. Потому что после, если начнут с бокса, потом уже некому будет играть в шахматы. В этом весь смысл. Они сначала дерутся, потом играют несколько ходов и так далее. А, то есть они... Да. А, сначала пару ударов, потом... То, что не удалось на доске там реализовать, понимаешь, какой-то замысел. Вот представь себе сейчас, например, что... Ну, правда, вот не знаю, да, конечно... Нет, ну мы выставим Дениса Хисматульна от российских шахмат. Он не подведет, я думаю. Нет, абсолютно. Продержится в ринге, продержится в ринге, да. А дальше, да, шахматы... А дальше уже за доской я в Денисе уверен. Не знаю, кто у нас еще? А, Саша Бабурин приедет, наш нижегородский великий богатырь. Вот он на днях должен приехать. Мне кажется, он еще тоже не потерял спортивный. Не, ну я бы, честно говоря, вот если брать тех, кто здесь вот из мужчин, я бы Мотылева выставил. Мотылев? Нет, ну не тот вес, ну что ты как? Нет, там же разные бывают. А, ну в легкой весовой категории, да. Нет, я имею в виду монстров настоящих. Саша, Саша крепкий, да, очень. Нам нужен человек-гора в шахматы, чтобы постоял за честь. У нас вообще шахматисты наши, они, конечно, хороши в баскетболе. Вот все сильнейшие российские шахматисты просто под два метра ростом. Крамник, Свидлер, Грещук. Корякин вытянулся, да? Корякин подтянулся, да. Да, но Корякин, он занимался другим видом спорта. Корякин занимался атлетикой. Он, например, очень хорошо ходит на руках. Помимо того, что он неплохо ходит на ногах, он еще умеет ходить на руках. Серьезно? Он атлет. Ну, легкий атлет, да. Но вот, честно говоря, позиция-то, мне кажется, тут даже уже и на руках не поможет ничего. Ну да, да. Думает пока Дмитрий Андрейкин. А мы, друзья, посмотрим за... Так, Матылев и Наркиев по партии очень спокойные, позиционные, никаких приключений. Гаганов, Витюгов. Так, пешка на Б2 разменялась на пешку С4, но по-прежнему где-то около равенства. Ничего страшного не происходит. Так, женщин мы традиционно обижаем. У нас у комментаторов есть такая черта. Мы в основном любим о мужчинах говорить. А вот женщин пропускаем. Смотрим, что происходит в партии. Гунина Горячкина. Ну вот, Валя рванула вперед. Правильно, молодец. Надо, надо что-то делать. Спустя 15 ходов, спустя 14 ходов, она наконец сыграла Е4. Итак, как это было? Последовала Конь Д2, Ладья Ц7, Слон Ж5. Ага, вот уже первая угроза. Угрожает Ферзбет Ж4. То есть, да, кстати, не очень-то и угрожает между нами, говорят. То есть, все-таки это был бы размен. И Слон Ф6 тоже не угрожает. Ну ладно, Слон Х5 на всякий случай отступил и Е4. Ну, во всяком случае, Слон Ж2 подает признаки жизни. Это уже кое-что. Ну, правда, и пешка Д3 зато стала слабенькой. Да, после Конь Ц5 как бы ее не потерять нигде. Ну что, начинаются очень серьезные осложнения. И похоже, что здесь, ну, нас ждет вот что-то очень интересное. Допустим, Конь Ц5. Напали на Ферзе и напали на пешку Д3. Ну, хочется, да, ход сделать вполне естественно. И нового хода, кроме как Ферз С2, я что-то... Не-не-не, подожди, как-то опасно. А, подожди, может быть... Да. Может быть, здесь есть что-то веселое, интересное и боевое. Ферзе Д4, Е5. Ну, я просто пытаюсь пешку как удержать на плаву. Но что дальше, честно говоря, довольно сложно. Нет, даже что случилось, да. Ты просто... Не-не, ну, может быть, там где-то... Нет, там Б4, Конь Е6. Непонятно, да. Нет, подожди, давай Ферзе Д2 пойдем все-таки. А что делать? Задумалась Валентина Гунина. Нет, подожди, подожди. Слон бьет Ф6. Подожди, давай по ходам. Слон бьет Ф6. Здесь на Ферзе Ф6, во всяком случае, Ферзе Д5. Взяли, взяли. Взяли, взяли. Взяли, взяли и прослезились. Да, наконец? Ура. Ура. Получилось окончание примерно равное. Ну, это, видимо, стечение обстоятельств. Примерно 5 ошибок со стороны белых, 5 ошибок со стороны черных. Ну, да, это такой вариант очень прикидочный. Наложились друг на друга и получилось равенство. Вот так обычно комментаторы и получают. В примечаниях достаточно такой правдоподобный вариант. Так, ну, на самом деле, конь С5-то ход более чем напрашивается. Я просто изначально хотел сказать, что после хода Ферзе Д2 есть ход банальный Д4. И на отход белого коня, который сам по себе найти не так-то просто. Ну, вот, например, я играю, конь бьет Е4. Казалось бы, да? И что-то начинаю сомневаться по поводу жизнеспособности позиций за белых. Ну, и Ферзе Д2 нельзя играть, да, получается? Ну, а после Ферзе Д4 вот это подставляемся под все эти ужасы. Нет, ну что-то там должно быть еще, нет? Ну, Марк, ну а что ты придумаешь? Висит пешка на Д3, висит Ферзь. Что-то Валя посчитала, я в нее верю, почти как Крамника. Почти как Крамника. Ну, в том, что Крамник умеет блефовать, причем просчитываясь, это мы уже поняли. То есть Ферзе Д4, получается, надо играть, да? Ну, получается, ну, надо играть Ферзе Д4 и молиться. То есть надо играть Ферзе Д4 и срочно свечку нести в одно место известное. Поэтому верить, что там будет все хорошо. Итак, Чаржкина-Кассинса, следующая партия. После хода Д4 последовал ход конь Б6, тем не менее. То есть Таня преисполнена желанием все-таки откушать пешку назад. Сесть ее. Слон Д2, вот по тому самому рецепту, который я описывал, белые пока не допускают взятия на А4, потому что конь Д5 и слон Б4. Вот теперь конь А4, это реальная идея. Это же все было предсказано, да, нами? В наших ранних работах. Опять-таки можно посмотреть здесь интересный ход ладья Б1, конь А4 и отважится, ну, опять-таки, чужое оно качество, да? Ну да, здесь непонятно, на что мы отважились. А вот давай так, конь Д5. Нет, на самом деле все очень весело и интересно. Ферзь Б2, наверное, да? На ферзь Д6 слон Б4 есть ход. Да, ферзь Б2. Слон Б2 все-таки на Ф6 где-то провисает и может получиться какая-то военная компенсация. Особенно, если нам удастся сохранить ферзей на доске. Скажем, конь А5 следующим ходом пойдет. Да, здесь уже... Это война. Это война, на которой все возможно. Не знаю, я бы вот, например, посмотрел, во всяком случае, со стороны Даши... Ну да, ход Ладья Б1 выглядит вполне естественно, да. Да. Ну, на самом деле здесь, ну, есть ход А3 еще какой-то интересный. То есть попробовать вынуть этот размен. Во всяком случае, ясно, что отыграть пешку черный стремятся, но белые хотят ее продать подороже. Так, Кованово-Костенюк. Да, Кованово-Костенюк. Ну, все, что мы говорили, дорогие друзья, все выходит. Да, ферзи 4, и вот здесь пешка Ф пошла вперед. Причем Мак, ты оказался прав, не Ф6. Ф6 это слишком тонко, как я предлагал. А Ф5 это вот так более конкретно и ясно. Напали на Ф5. Надо бить, да, чтобы... Ну, вот насчет надо бить, я как раз в этом не уверен. А, с другой стороны, если не бить... А почему надо бить? Ну, а тогда вся игра будет у черных только, не? Если не бить, то как быть, да? Ну, как быть, да. То есть безбожно искажаешь Шекспира, могу сказать. Безбожно. Ну, я просто забил их, не хотел коня с H7 позволять. Но это произошло, это уже реальная история. Конь вышел на F6, ферзи 6, ферзь D8. Ну, в целом, Саша, по-моему, сейчас стоит неплохо. Вот сейчас она сыграет ферзь E8. И если ферзь G6 не скажет своего решающего слова в течение ближайшего хода, то тогда, наверное, ничего особенного у белых-то и нет. На F2 подвисает. После ферзь E8 пешка на E5 пойдет. Правда, можно, конечно, слон E5 где-то сыграть, попробовать пункт E5 заблокировать. Ну, в общем, какие-то позиционные соображения. Здесь можно нагнетать немножко. Не знаю, мне кажется, тут такая позиция. Надо либо-либо, нет? В каком смысле? Либо-либо. Ну, либо атакуют. Ну, вот после ферзь E8 ближайшего хода они уже не атакуют. Он, например, слон D3, ферзь E8, все, никто уже не атакует. Ну, может быть, на H6 посмотрим. Прямо сейчас, да? Ну, да. Взяли-взяли. Раз уж мы пожертвовали ладью Костянюк, почему мы не можем пожертвовать слона? Слона Ковановой, да. Я не понимаю, да. Так, конь H7, да? А не ладья, да? Ладья. А, ну, слушай, Мак, ты же сам видишь опровержение прямой. Ладья. То есть черные еще и с темпом защищаются. Вот скажи мне тогда, за что французу... Отдана, да? Фигурка отдана. Нет, не годится, да. Я не понимаю. На слон D3 надо сначала пойти, все равно. Итак, судя по всему, Саша Костянюк, хотя и не нанесла удар на B2, но все-таки стоит неплохо, отбила атаку и, в принципе, все у нее хорошо. Так, Погодина-Ковалевская здесь я как-то между слов наблюдал позицию. Маленький, маленький такой позиционный перевесик здесь у чемпионки России, потому что она удерживает блок на пункте D4. Правда, сдается мне, что на поле D4 стоит не та фигура, что надо. Меня учили в детстве, что ферзь плохой блокер. Может быть, это не про такие случаи имелось в виду, но, в принципе, я бы, например, белыми предпочел бы, чтобы конь на D4 стоял. Конь на E5 как-то несколько висит в воздухе и скорее ни о чем. Но, ладно, это такие ощущения, они могут оказаться неверными. Так или иначе, маленький плюсик у Погонина еще есть. Сохраняется, да, конечно, плюсик? И, наконец, Боднорук против Кашлинской. Здесь у нас, между прочим, все оказалось непросто, потому что пешка на B7 зависла. Она пошла D5. Ладья B1, да, но она пошла D5 не сразу, чуть попозже. Слон F6, размен, размен. Вот теперь брать ладья бьет B7 нехорошо из-за коня А5, вилочка. Последовала D5. Ну, конь на А5, в принципе, не красит позицию, особенно с учетом возможности взятия ферзь бьется С7. Последовала конь D4. И выяснилось, что у белых провисает первая, понимаешь, горизонталь. Бить нельзя, да? Бить, да, наверное, не очень. Последовал ход слон Е3, между прочим, очень грамотный, хороший ход такой, позиционный. Допустим, если меняемся на F3, то у черных подвисают две пешечки. На B7 и на C7. Правда, можно и защитить обе. На Ф8 можно пойти, да. Обе. Пятем Ф8. Ну, а что? Может быть. Может так и надо было. На слон F4, допустим, C6 есть ход. Ну, там надо считаться с ходом D6, да, правда? Ну, да, вот, наверное, какую-то такую козню, такие козни строит Настя Боднарук. Алина Кашлинская, кстати, тоже очень хорошо выступила сейчас на... Чемпионате Европы она хорошо выступила. Да, в молодежном чемпионате и... Да нет, чемпионат мира это был, Марк. Нет, до этого на чемпионате Европы она хорошо выступила. Нет, а вот сейчас она выступила на чемпионате мира сыгрышек. Там, где Горячкин. Да, то есть первое место заняла Горячкин. То есть у нас сплошь медалисты играют. Угу, это правда. Так что вот Боднарук сейчас... Ну, она тоже очень сильная молодая шахматистка. На уставшую Алину нападает. Ну, Боднарук на всякий случай выиграла вышку. Выиграла высшую лигу, так что действительно действовала очень мощно, я помню, в Викторинбурге. Так, ну что, возвращаемся.